Хороший вопрос. Наверное, у каждого человека есть свои потребности и одному мало там 100 тысяч рублей зарплаты, а второй человек привык жить в более скромных условиях и 40-50 тысяч рублей вполне достаточно. Я считаю, что больше 50 тысяч рублей это зарплата, которая позволяет нашим жителям области не чувствовать себя бедными. Они могут купить необходимые продукты, они могут купить необходимые предметы и они могут себе позволить отдых достойный и времяпрепровождение. Для всех разные доходы являются исковыми. Кто-то потратил пол своей жизни на образование, на повышение своих знаний, квалификаций, безусловно, он достоин высоких заработных плат. Кто-то не ищет высоких доходов и готов работать за меньшие деньги в силу разных причин. Но здесь есть, наверное, другая проблема. Вопрос не в том, сколько будет это, 50-100 тысяч рублей для среднего по региону. Чудо не происходит. Когда в экономике одна ситуация, а зарплата у тебя в два раза выше, потому что тогда экономика не сложится. Вопрос в другом, что мы объективно понимаем свою сложность, особенность нашего региона, что мы так называемый регион 3+. То есть 3 с небольшим часом от Москвы. И, к примеру, те же врачи, учителя, специалисты иных категорий, они, имея среднюю зарплату по региону, какой бы она ни была, она все равно будет меньше, чем в Москве. Они стремятся уехать в Москву на более высокую зарплату. И моя задача, конечно, максимально создавать комфортные условия для жизни в Орловской области, для того, чтобы пропорция зарплаты и расходы в Орле были сбалансированы по сравнению с Москвой. К чему говорю, что в Москве может быть зарплата 100 тысяч рублей, но издержки на жизнь могут быть 50 тысяч рублей. Зачем я должен создать условия такие, чтобы орловчанину была бы возможность работать качественно, комфортно и жить в качественной среде, в комфортной, в Орле, без потребности ехать в Москву. Мне не стоит задача обогнать, на данном момент времени не стоит задача обогнать Москву по доходам. Но нужно создавать условия для того, чтобы у людей был стимул здесь оставаться. Я могу вам сказать, что за первый квартал текущего года средняя заработная плата, подчеркиваю, средняя заработная плата составила 52 492 рубля за первый квартал. И рост заработной платы по отношению к такому же периоду текущего года составил в номинальном выражении 23%, а в реальном выражении почти 10%, 9,7%. И мы вошли по этому показателю в топ-30 регионов по наиболее высокой заработной плате, занимая почетное 28 место среди 89 регионов Российской Федерации. А по темпам роста заработной платы регион занимает четвертую позицию в Российской Федерации и первое место в Северо-Западном федеральном округе. Второе, то, что касается средней заработной платы. Вот понятно, что спросите у жителя сельской местности или жителя малых городов Вологодской области, откуда губернатор взял заработную плату в 52 тысячи рублей. И вы будете абсолютно правы. Эта заработная плата складывается из заработной платы в крупных мегаполисах и крупных промышленных предприятиях, и заработная плата в сельской местности. Если заработная плата в Череповце в среднем составляет 70 тысяч рублей, в Вологде 50 тысяч, то в сельской местности она, конечно, чуть ли не меньше. Вот эта средняя заработная плата – это то, что фиксирует рост стат в Вологодской области. И рост заработной платы тоже рост стат фиксирует. Поэтому на этот вопрос, я думаю, что ответил, можно это все проверить. Субъективное понимание того, достаточно ли заработной платы для семьи и достаточно ли среднедушевой доход семьи в Вологодской области, особенно те цифры, которые я перечислил. Я считаю, что недостаточно. Денег много не бывает. И заработная плата всегда хочет, чтобы она была выше. И среднедушевой доход, конечно, желательно, чтобы был выше. Потому что растет стоимость жизни, растут тарифы, растет стоимость потребительской корзины. И, конечно, социология показывает, что примерно ожидаемый уровень заработной платы в Российской Федерации, не в Вологодской области, в Российской Федерации равняется 100 тысяч рублей в месяц. Это ожидание. Это ожидание. Реальность, она вот такая, как я вам сказал, это 52 тысячи рублей. Поэтому, конечно, не хватает. Но, опять же, для того, чтобы нам держать среднедушевой доход и заработную плату, контролировать, помогать, а это тоже обязанность власти, мы ежегодно стараемся индексировать заработную плату не только указным бюджетным работникам, которые поименованы в указе президента по повышению заработной платы до средней по региону. Но и тем, кто не поименован в указе президента. То есть, это практически работники всей бюджетной сферы. Так вот, мы два года назад на 10% подняли заработную плату всем работникам бюджетной сферы, направили на это более полутора миллиардов рублей. И мы приняли в этом году, в сложном году, для бюджета, с 1 января увеличить всем работникам бюджетной сферы, без исключения, в Вологодской области на 4%. Понятно, что этого недостаточно, но это то, что мы на сегодняшний день посчитали сделать необходимым для сохранения, опять же, социальной стабильности и для улучения доходов семей. Я не говорю про маловеспеченные семьи, я не говорю про многодетные семьи, это отдельная история. Там огромный пакет мер социальной поддержки, который в Вологодской области принят и получает его более 350 тысяч человек. Из миллиона 150 тысяч, это меры поддержки, на которые мы направляем более 15 миллиардов рублей. Это уже меры социальной поддержки тем, кто в этом нуждается, адресная поддержка. Но в целом, еще раз повторяю, средняя заработная оплата Вологодского – 52 тысячи рублей с большим, существенным ростом к уровню прошедшего уровня. За три года средневечная зарплата выросла чуть больше 32%. Сегодня 45, чуть более 45 тысяч. Это неплохо, но и не очень хорошо. Мы активно боремся и встречаемся с предприятиями, у которых мы понимаем, что серая зарплата, потому что это отрасли гостеприимства, отрасли торговли, малый бизнес им все показывает. То есть мы понимаем эти отрасли и понимаем, кто нам портит статистику. Но наш регион в то же время по качеству жизни, где учитывается, сколько люди тратят, сколько они получают, что они могут потратить, мы находимся в 20-м. То есть когда начинают анализировать, а сколько автомобилей купили, мы опять, собственно, в лидирующей группе. То есть статистика показывает вроде бы разные строчки, а все в сравнении очень интересно. Потому что потребительский спрос хороший. Мы, к примеру, номер один в рейтинге по доступности жилья. То есть доход вот такой, как он есть, жилье там не так высоко, как в каких-то других городах. Хотя она растет, но тем не менее. Знаете, как говорят, есть ложка, есть большая ложка, есть статистика. Мы на нее смотрим, изучаем внимательно, углубляемся. Но есть и очевидные процессы, косвенные показатели. А если я вам скажу, сколько доход личных подсобных хозяйств, вы удивитесь, Липецкая область. Это больше 15 миллиардов, которые нигде не фиксируются. Это расчетным путем, считая, сколько земли, сколько подворья и так далее, и так далее. Но он нигде не фигурит. То есть люди, которые трудятся, они не достойны вознаграждения. И мы это видим по косвенным показателям, что не все так, как может выглядеть. Субтитры создавал DimaTorzok